Поехали. Сегодня у нас с вами графы и поиск путей в графе. Тема очень простая. Я думаю, что у каждого из вас есть, наверное, свой метод нахождения этого количества путей. Как бы они не изощрялись, как бы они не усложняли задачи, все равно все это очень просто. Признаюсь, я сегодня даже не готовлюсь. В принципе, я, наверное, никогда не готовлюсь, а сегодня я особенно не готовился, потому что тема вот такая. Поэтому это будет еще больше импровизации, нежели обычно. Готовы? Да. У меня есть, опять же, свой метод. Помимо того, что вы все умеете строить деревья, и, наверное, это нужно будет сделать для самопроверки, потому что неприятно будет потерять балл на таком простом задании, да? Но помимо дерева у меня есть, опять же, свой метод. Я вам сейчас его покажу. Может быть, он совпадет с большинством из тех, что у вас. А не знаю, я делаю вот так. Поехали. Так, это задание номер 13. Давайте. Нам нужно попасть из города А в город К. Так, как я действую? Не знаю. Может, вы иначе. И я вот так, вспоминайте, К, я вот так делаю. Равно Е плюс Ж плюс З плюс И. То есть это все пути через данные точки. Понимаете? И дальше каждую разбираем. Е у меня что такое? Это у меня Б плюс Ж. Понимаете? Вот. Дальше. Б. Вот это у меня А плюс В. Да? А в Г можно попасть только через А. Правильно? Согласна, друзья? Да. Поэтому мы с вами все буквы А я меняю на один. Один, один, один. Итого получается, что Б у меня равно трём. Понимаете? В Б можно попасть тремя путями. Раз, два и три. Просто все буквы А меняю на один. Мой способ. Не знаю. Так нравится. Вот. А теперь Ж. А в Ж можно попасть куда? Вот как? Только из В. Правильно? Да? А В. А я уже знаю, что В это два. Да? Поэтому Ж тоже два. Согласны, друзья? Да. А что означает, что Б плюс Ж? Это А3 плюс 2. Это 5. Поэтому получаю 5. Е. А Ж. А я уже знаю, что Ж равно В. И это равно двум. З. Буква З у меня что значит? В З можно попасть из Ж и Г. Да? А причем я знаю, что Г от этого у меня равно одному. Правильно? Потому что вот здесь я это выяснил, что в Г можно попасть только из А. А Ж у меня два. Поэтому З равно 3. Здесь будет 3. Да? А теперь буква И. Она равна у меня D. Правильно? А D равна у меня G плюс А. И я знаю, что Г равно А. Вот. То есть. Все это равно двум. Да? Это получается 2. И я получаю 12 путей. Все ли понятно? Да. Кто не понимает метод, скажите, друзья. Здорово. Классно. А как вы делаете, Сать? Лично я делаю так же, но только я пишу 1. Сразу надо А, Б, В. То есть буквы. Сразу. Здесь важно не поторопиться, друзья. Просто мы видим, что большинство задач настолько простые. Да? Что на них просто обидно тратить баллы. Правильно? А если мы себя не проверим. Ну, вы можете быть 100 раз уверены в том, что вы сделали правильно. Да? Что вы умеете считать, что вы ничего не пропустили. Но будет очень обидно, если вы здесь заплатитесь. Понимаете? На таком простом задании. Это реально простое задание. А проще этого я не знаю, что. Наверное, только все, что было до этого. Вот. Поэтому все-таки я, наверное, порекомендую вам сделать дерево и просто все пути сосчитать перебором. То есть, я не знаю, если умеете строить дерево, да? Из А можно попасть в В, В, Г, Д, А. И из Д можно попасть в И. Отсюда в К. И считаем все висячие вершины. А когда можно попасть в К. А причем надо дублировать. И из Г в Д. Из Д в И. Из И в К. Вот у нас две вершины. К уже получается. И так далее. Здесь куча веток. Вот. То есть, дерево, я прошу вас, скажем так, не брезговать обычным перебором. Тем более, что он будет небольшой. У вас, я никогда не видел больше 15, допустим, ответов на задачу. На такую. То есть, в принципе, небольшой перебор-то получается. Давайте дальше. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Что-нибудь такое заковыристое, может быть. Давайте. Так. Здесь из А в Ж. Класс. Так. То есть, получается, что мы... Ага. Ну, поехали. Ж. А с вами равно чего? В плюс Е плюс К плюс З плюс В. Да? А в В можно попасть только из А. Правильно? Поэтому В – это один. А в В можно попасть. Мы сразу увидим. Так. Вот здесь давайте остановимся. Ладно, Е давайте. Е пока. Я не буду. Торопиться не хочу. Е. А в Е можно попасть из В плюс К. Да? Да. Знаю, что В – это один. К. Из К можно попасть через АЗ и И. Да? АЗ у меня с вами – это Г плюс Д. Правильно? Из Г можно попасть только через А. То есть, это будет один. А из Д можно попасть. А это у меня будет Г плюс А. То есть, это будет два. Поэтому З – это три. Поэтому З – это три. И у нас что получается? В И можно попасть из З плюс Д. А получается, что Д – это два. А З – это три. Тогда И – это пять. Итого получается К – это восемь. То есть, будет восемь. Тогда Е – это девять. Все не помнят, как я считаю? Да. А кто… Скажите честно, кто не ловит метод, друзья? У кого свой? А очень интересно, как вы делаете. Потому что, может быть… Я даже уверен, что мой неоптимальный наверняка есть лучше. Просто я вот привык уже который год так делать. Ладно. Е у нас девять. Мы видим, что К – восемь. Мы уже искали. Что З – три. Мы уже искали. Буква В. В у нас еще не было. Поэтому В у нас с вами – это В плюс А плюс Г. Собственно, все получается. В равно трем. Три. Шесть. Четырнадцать. Двадцать. Три. Двадцать четыре. Вот, пожалуйста, больше двадцати нашли ответ. Двадцать четыре. Наверное, так. Давайте сделаем еще парочку и перейдем с вами к типу более сложным задачам, где у нас с вами какая-то вершина обязательная, какая-то необязательная, а какая-то наоборот нужно ее исключить. Так, поехали. Может быть, на скорость посчитаем. Давайте вместе. Из А в З. Давайте. З равно Е плюс В плюс Ж. Е у нас с вами – это В плюс Д. В у нас с вами – это А плюс В плюс Г. Это три. Это три. Да? У нас с вами – это В плюс В. То есть один, три, четыре – это семь. Так. В у нас с вами – это семь. Три. Три. И буква Ж. Давайте. Ж у нас с вами – это В плюс Г. Три. Это три плюс один. Это будет четыре. Четыре. Оттого получаем четырнадцать. Меньше минуты, да, ушло мне? Ну, без минуты. Или около того. У вас так же? Кто решил? Да. Я, собственно, не знаю даже, что здесь нам изучать-то. А показать метод, чтобы все убедились, что мы быстро считаем, ну, как бы это без меня можно сделать. Давайте что-нибудь. Это из тех, что я накачал. Я просто взял рандомные задачи, создам idea.com, и в полной уверенности, что я все решу, прямо так оставил. Поэтому, на самом деле, ничего сложного, кажется, нет. Так, а меня бы отинтересовать то, что можно как-то оптимизировать. Здесь ничего сделать нельзя, кроме того, что у нас зеркальные вообще маршруты. Да? О, класс. У нас с вами есть узел D, который является ключевым. По сути, мы с вами можем пойти вообще хитрее, друзья. А мы можем с вами сосчитать все пути от A до D, все пути от D до K и просто их тупо перемножить. Потому что каждый путь слева совмещается с каждым путем справа. Понимаете, друзья? Да. Да? А кто не понимает, друзья, это комбинаторный метод, этот правило умножения? Кто не понимает, скажите? Честно, кто не понимает, почему я умножаю и складываю? Кто не понимает, это да. Ну, вообще понимаю. Отлично. Слушайте, класс. С вами очень здорово. Так, давайте попробуем. А из A в D сначала, да? D у меня это будет G плюс V, да? G у меня равно 2. В у меня равно B плюс G. То есть 2 плюс 1 равно 3. Да это 5 путей. Да, 5 путей. Дальше. Что там из D в K, да? K у меня это G плюс E плюс D плюс I. Да? Теперь у меня вместо буквы A будет D играть роль единицы, да? То есть это будет 1. А, давайте, G это будет у меня E. Это равно D, то есть равно 1. Да? 1. Здесь тоже 1, да? А в I у меня получается тоже 1. Да? Итого 4 пути, что ли? 1, 2, 3, 4. В самом деле 4 пути. Да? 4. Ну и 20 путей получается, да? 20, 5 на 4, 20. Ну а есть ли вопросы к этому, друзья? А может быть, я даже слишком сложно решаю, нет? Извините, я немного не понял, а почему 5? Тут же вроде 4, нет? А где? 5 это, я смотрите, что сделал. У меня есть узел D, он один, а на нем все смыкается, понимаете? То есть, а какой бы вариант вы здесь не выбрали, он совмещается с любым вариантом здесь, это будет отдельный путь, понимаете? Но в K же вроде только четырьмя путями можно. А в K четырьмя, а из A в D. А, все. Да. А я умножил все пути вот здесь, вот на все пути вот здесь. Поняли? Просто потому, что удачно попалась точка D, которая у меня узловая вот так вот, да? Поняли? Да, спасибо. Только по этому. Так, отлично. Все, да, понятно здесь, кажется? Так. О! Сделаем? Собственно, здесь-то как бы... В принципе, не знаю, за конечное время все равно это сделаем. Давайте пробуем. Начинаем. А время есть. Так, значит, ну давайте M. Это у меня L плюс G плюс F плюс H плюс K. Значит, по сути, у меня это все будет L равно F, да? G равно F, F, H равно F, K равно F, K равно F плюс E. Да, вот это E, правильно? Здесь у меня будет E. Так, K равно F плюс E. В общем, самое время посчитать F и E, да? Самое время посчитать. Давайте F, это у меня будет F плюс C плюс A плюс D плюс E. B равно, я вижу, я вижу, что 2, да, 2, C, это будет 1, извините, C, это 1 путь, да? Дальше A, ну, извините, что 1, D, это 1 путь, и E у меня с вами что получается? E это A плюс D, то есть 1 и 1, 2 получается. Итого получается у меня 2, 1, 1, 1, 1, 2. Это получается 7, да? 7, 7, 7, 7, 7, 7 плюс 2. Итого получается 37 путьей. Наверное, так? Так, да. Кто следит, друзья? Да, да, да. В общем. Так, 37. Ага, вот мы с вами, друзья, и увидели алгоритм Дейкстера, который нам потребуется использовать. Скажите, кто не знаком из вас с алгоритмом Дейкстера? К сожалению, я не знакома. Так, ну давайте. Кто-то в прошлый раз это упоминал, да, когда мы с вами говорили про поиск, про информационную модель. Я даже не сразу показал. В чем суть? Если кратко. Это у нас, друзья, основа главного алгоритма, по которому работает сегодня GPS. В общем, есть узлы, в данном случае это буквы, вершины графа. И участки, то есть вот эти ребра между вершинами, они, по сути, это какой-то участок движения. Этот самый участок, он у нас чего-то стоит. В чем это выражается? В чем угодно. В деньгах, как стоимость за билет, да, в топливе, во времени, не знаю, в съеденных продуктах. Все что угодно, да, понимаете? Вот. А в любом случае вам нужно найти самый короткий путь, который связанный, да, и содержит в себе сумму минимальных значений, возможных, связанных. Вот. Естественно, это только перебором, да, но он перебор такой, довольно приятный перебор на самом деле. То есть что мы делаем? Мы берем с вами, нам нужно перейти из А в Л, да, то есть вот сюда, вот сюда, да. Я даже вот так вот сделаю, поближе, чтобы вы видели. Вот. И нам с вами нужно последовательно всех соседей, а потом всех соседей соседей, над ними надписывать стоимость перемещения до них. Поняли? И если появляется лучший вариант, мы просто старый перечеркиваем и записываем новый, понимаете? Самый меньший найти, да? Да. А самый меньший вариант над каждой вершиной. Поняли? Поняли. Вот, например, вот у меня из А в В стоимость 40, видите? Да. Я подписываю 40 здесь. Подписываю на до 40. Дальше. Из А в В стоимость 60. Поняли? Да. Из А в Г стоимость 90, при том, что я уже вижу, что есть 80, да? Понимаете? А то и 70 даже есть. То есть стоимость 90 по прямой, да? Понимаете? Вот. Тому, кто составлял, вообще плевать на равенство треугольника, на неравенство треугольника, на все эти, на то, что одна сторона больше суммы других. Не важно. Это здесь все только убирается. Можно даже не упрямо прощать. Вот. Теперь. Что мы с вами видим? Что? Давайте. То есть мы уже были в вершине А. Все. Мы ее исследовали. Все. А всех ее соседей мы уже осмотрели. Теперь давайте осмотрим соседей вершины Б. У нас с вами есть здесь вот 80, да? Понимаете? Здесь 80. Вот. А вообще, на самом деле, нам, вернее, надо поставить здесь сумму уже 120, потому что мы, то есть через вершину Б, вот так вот проходим и получаем сумму 120, да? Понимаете? Понимаем, понимаем. А теперь давайте, у Б есть сосед, и это Г, да? Вот. А мы видим, что через Б до него добраться экономичнее. Оставим 70, да? И все, всех соседей Б мы рассмотрели. Все, Б больше не рассматриваем, понимаете? А теперь В, который мы уже видели. А у него есть сосед Г, где будет сумма 80, понимаете? А там уже стоит 70, поэтому все нормально оставляем. И сосед И, в котором будет 140, да? Все. А В мы рассмотрели. А кто не понимает алгоритм, друзья? Ну, пока понятно. Здорово. Теперь Г, да? А у Г соседа два не рассмотренных. Д и И, которые я тут заграсил. А если я пойду в Д, то у меня 70 плюс 70 будет 140. А там уже 120. Нормально. Да? Понимаю? А теперь, смотрю, И, там 70 плюс 50 я меняю на 120. Да, понимаете? Да, да. А все, теперь Г закончили. Да, теперь. А из Д можно попасть сразу в Л, в Е и в Ж. А в Ж это будет 220. А теперь в Л это будет 240, правильно? А в Е это будет 200. Все. Закончили. А Д закончили. Теперь И вот там внизу. И мы можем попасть в К 150. И в Е 190. А причем у нас там было 200. А я перечеркиваю, стало 190. Понимаете? А теперь у нас с вами что? Теперь Е остается, да? Из Е можно попасть. Так, я забыл вычеркнуть. Из Е можно попасть в К. И это будет 230. 30, да? А там уже у нас стоит 150. Удачно. Поэтому. Сейчас. Да. А 150, поэтому я так и оставляю. И в К у нас с вами там 220. То есть я вот это меняю, да? 220. Вот, все. А Е закончен. А теперь давайте Ж. А из Ж можно попасть только в Л. И это будет 270. Там уже 220. Все. А теперь К. Из К можно попасть только в Ж. И это 200. Поняли? И вот у меня минимальный путь 200. А который как будет у меня с вами? Он будет у меня вот так вот. Даже Ж. 40. А 30. А 50. А 30. А 50. А все ли поняли алгоритм? Очень простой, да? Да, понятно. Да, все понятно. Он элементарный, правда. Но именно так сегодня работает GPS. К каждому участку пути задается вес, который умножает на что можно, можно какой-то коэффициент, допустим, на пробки, на какие-нибудь там ремонты, дороги, все, что хотите, да? Получается, вот эти вот красные участки, которые вы там видите, на навигатор, это все так работает. У каждого участка есть свой вес. И тот оптимальный путь, который машина показывает вам, это как раз вот это вот рассчитан по такому элементарному алгоритму путь. То есть, а есть ли кто-то, кто не понял его? Прекрасно. Так, дальше пошли. Ну, собственно, и все, да? Так, та же самая, что это? Схема та же самая, а стоимости другие, да? И центральные штуки вот это нет. Вот сюда переместилось. Сделаем, давайте. Чтобы закрепить, давайте сделаем. Так, ну, поехали. Из А в Л опять, да? Давайте. А то, что вы видите раньше машину, путь классно, но себя лучше проверить все равно. Так, здесь будет 50, здесь 60, здесь 30. Все. Здесь будет 100, здесь будет 80. Ага, все закончен. В здесь будет 50, да? Здесь будет 110. Все закончен. А Г здесь будет 90, да? А здесь будет 120, все больше нет. А Д здесь будет 150, потому что 90 обновилось, да? Здесь будет 170, здесь 130, там 120 уже стоит. Так, все готово. А теперь И. У меня будет 150, там 120, 160. Отлично. И уже сделано. Теперь Е. Е 170 есть. 140, вот здесь вот и есть, 140. Все. Теперь Ж. 190, там меньше. Готово теперь. В общем, К, да? К, это 160. 160, 160. Все. 160 получается, да? А как я? А чего? Да, да, все правильно. Да? Да, да. А 30, 20, 70, 120. И вот так вот. Вот он путь ваш. Все. Все очень просто. Как-то очень просто дальше. Так, ладно, дальше продолжаем. Дальше поехали. Так, это уже вот второй блок. Мы с вами не проходим через пункт В. Я люблю такие задачи, честно говоря, больше, чем те, что были, просто потому, что когда вершины В у меня нет, то получается, что вот этих вот путей для меня тоже нет. Поняли? То есть, вот этих вот дорог для меня тоже не существует. Понимаете, друзья? Понимаю. Я сюда просто не пойду. Мне просто тупо меньше считать. Более того, у меня есть вершина К. А узел, который вообще позволяет мне... Здесь сразу вижу, что будет у меня 3, да? То есть, я на 3 умножу. То есть, я считаю до К. А как будет у меня? Ну, и, собственно, и все, да? К у меня это G плюс D плюс E плюс I. G у меня равно D, да? А от AD это B, а B это A, то есть 1. Поэтому это по одному. E тоже равно D, тоже по одному. И равно E плюс G. G это 1, E это 1, поэтому E это 2. Это 2, K это 5. Поэтому получается, опять умножить на 3, получаем 15 вариантов. Да? Все. Так-то очень просто. Кто не понял, друзья, скажите. Ну, классно, классно, классно. Вы здорово. Поняли, поняли, поняли. Отлично. Так. Нормально. За полчаса мы все с нами прошли. Так. Пункт 2. Ну, собственно, то же самое, да? Я просто сейчас возьму белую краску, просто сотру все, что касается буквы V у меня здесь. Вот. Через нее мы не ходим. Лихое место. Так. Ну, собственно, и считаем обычный граф, который мы умеем считать. Да? Стоит ли время тратить на него? Не знаю. А только если на скорость. Это понятно. Все. Так, дальше. Здесь еще не проходим через E. Да тоже давайте в удовольствии себе, не откажемся в удовольствии решить это все. Да? Тем более у нас с вами три узла. То есть мы с вами еще проще через E мы с вами не проходим, да? Поэтому убираем. Поэтому убираем. Убираем, убираем, убираем. Убираем, убираем, убираем. Вот. У нас получился простейший граф. А здесь будет у нас с вами 3, да? А здесь будет у нас с вами 3. А здесь получается тоже 3. Да? Раз, два, три. Можно даже не считать. Получаем 27 вариантов. 3 на 3 на 3. Кто не понял, скажите. Класс. Так, понятно. Отлично. Так, это еще третий блок пошел, да? А здесь чего? А здесь обязательно вершина, наоборот. То есть мы с вами, может быть, даже будет еще круче, чем там. Потому что у нас надо через город V пройти обязательно, да? А это значит, что мы можем некоторые ребра, которые не учитывают V, стереть. А мы можем это ребро стереть, правильно? Мы можем вот это вот ребро стереть смело, да? Потому что оно к V не относится. У нас опасно? А вот это можем ребро стереть. Вот это можем ребро стереть, потому что через V он не пройдет. Понимаете? Более того, мы вот по целую вершину Z можем стереть. Поняли? Потому что в Z мы через V не попадаем никак. Это на девятом черничном, не на девятом черничном. Вот кто следит, видит, что у нас с вами получилось, опять же, два узла V и I. Здесь у нас три. Здесь у нас три. А здесь у нас раз, два, три, четыре. А получилось 36 вариантов. А кто следит? Это какой-то блок, первое задание какое-то. Все следят. Получилось, нет? Да, да, получилось. А то, что нужно по ответу там, кто следит по ответам. Вот. То есть, может быть, даже задания, где надо сделать обязательную вершину, они еще круче, они еще приятнее, потому что мы сразу целые блоки стираем огромные, да? Так, дальше. Дальше. Во. Через город L обязательно. Ну, здесь не так приятно, конечно, но все равно. А через город L означает, что мы вот эту точно сотрем, да? А вот эту вот сотрем. Вот эту вот сотрем, правильно? Вот, и все. Мало что-то. Что-то мало, но, тем не менее, здесь получается два, да? Раз, два, три, четыре. Здесь четыре, да? Здесь надо посчитать, наверное, что не ошибиться. g у нас с вами, это v плюс g плюс e. Давайте, торопиться не будем. v у нас с вами, это v плюс g. g это v плюс a, да? v, да, то есть это 2, это 1, v это получается 3, да? Здесь 3, 2, e у нас с вами это g плюс d. Я знаю, что g это 2, d это 1, поэтому e это тоже 3, это 8 получается. 8. 8 на 8, 64 пути, да? Так, 64 пути, нормально? Да, да. Так, ну не знаю, ну все понятно опять же, да? Я, по сути, здесь должен стереть, сейчас, вот эти вот все, целую вершину v должен стереть, по сути дела. Не нужна она здесь, вообще не нужна. И снова получаю узлы, да? Снова получаю, здесь будет 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут 6. Правильно, 6, да, получается? 1, 2, а нет, больше. Стоп, тут, наверное, больше получается. Тут мне бы не ошибиться. Извините, что я пребываю, а вот от g даже мы тоже стираем? Да, слушайте, да, 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 пропустил, спасибо. Да, да, конечно, конечно, тогда еще проще получается. Так, а вот здесь остается какой-то капец, который надо обязательно нормально посчитать, да? То есть сейчас вот на отдел на врачу. Так, здесь получается тоже 3 пути, да? Раз 2, 3 пути получается, больше никак. Так, а вот здесь что получается у нас? Давайте, b, это у нас k плюс, ух ты, k плюс l плюс m, да? k – это g, l – это k плюс g плюс m. m – это n и g, да? У нас все будет g, у меня будет единицей. То есть получается, что это будет 1, да, через k 1 путь. Потом l у меня получается 1, 1 и 2. Стоп, здесь был плюс, я чуть не ошибся. Здесь был плюс 1, 1, да, поэтому будет 2. Поэтому это у меня будет 4, а m – это 2, итого 7. А 3 на 3 на 7 – 63 пути. Так. Кажется, так оно все и есть. Ух ты. Слушайте, я это… В общем, вы все понимаете, да, что это очень просто. Правда, просто. Так, давайте сейчас сделаем вот что. Если мы сейчас не найдем ничего более интересного, я останавливаю запись. Мы с вами переходим к следующей теме, а это таблицы Excel. К ним я тоже не очень готов. Я прямо при вас захожу в браузер, прямо туда. Скачиваем и пробуем сделать. Хорошо? Хорошо. Будет новая тема прямо сегодня. Так, надеюсь, что сориентируюсь быстро, потому что я к ним не готовился. Так, здесь нормально все. А здесь чего мы будем делать? Здесь мы через G проходим, то есть мы стираем вот эту и вот эту, и просто ищем, то есть на 3 умножаем вот эту вот, да? А здесь обычным способом мы находим. Так, здесь чего? Через N. А что мы здесь сотрем, интересно? Давайте посмотрим, что мы сотрем здесь. Мы сотрем вот эту, да? Мы сотрем вот эту, да? Вот эту сотрем. Вообще все вот это мы сотрем, правильно? Да, да. Все вот это. А мы вершину K сотрем вообще фактически. С вами. А вот что будет. Ну ладно, ладно. Ну и решаем, да? То же самое. Главное не ошибиться и не запутать. Самое главное. Просто с ума, друзья. Так, четвертый блок пошел. Допускаю, что там будет одновременно вершина и обязательная, и которую надо пропустить. Так, а что проходим? Да, проходим через G, но не проходим через K. Ну, собственно, мы через K не проходим, поэтому мы стираем все вот это вот, да? А проходим через G означает, что у нас с вами вот этой нет. И вот этой нет. Да? Да. Поэтому мы с вами, по сути, ищем только от A до G, потому что висячая вершина – это всего один путь, да? Мы умножаем на один. А находить до G мы умеем, да? В том случае. А кто не понял, расскажите. Ага, через G проходим, через Z не проходим. Ну, ладно. Скажите. Так, через Z не проходим, да? Это стираем, это стираем. И через G обязательно, поэтому от точку E можно стереть. Вот это ребро мы стираем, да? А, и V стираем тоже полностью. Все становится вполне приятно, да? Отлично. Так. Через G проходим в O или через L. Вот это прикольно. Давайте сделаем это, хорошо? Я вот это еще не делал ни разу. Даже интересно, как мы это будем делать. То есть мы проходим или через G, или через L, но не оба сразу. Так, а как это получше сделать-то, ну? Интересно. Так, а есть предложение? Предложение есть. Решить две задачи. И сложить варианты. Сейчас, секундочку. Решить две задачи. Вот. И потом сложим то, что получается. Так, наверное, будет более правильно. Чтобы тут не выдумать ничего, да? В одной задаче я сделаю обязательную вершину G, а L я уничтожу. А в другой задаче я сделаю обязательную, а G уничтожу, да? То есть здесь, получается, я уничтожу L. Вот. Вообще ее нет. Вот. И вот это ребро я тоже уничтожу, потому что через G я не прохожу. Да, понял. Согласна, друзья? Да, да. Вот. А давайте-ка сделаем ее. Так. А из А в П, да? То есть получается, что у меня... Ну, собственно, я, наверное, здесь буду сразу 3. Здесь будет... Я не буду выпендриваться. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Пятнадцать путей, получается. Я больше не вижу. Так. Здесь я убираю вершину G. Так. Здесь вершину G убираю. Значит, все, что связано с G, а значит, и V тоже, потому что V получается тупиковый, я не пойду, да? Так вот у нас будет вот так вот и вот так вот. Дальше через L нужно идти обязательно, а это значит, что некоторые ребра, в частности, вот это вот ребро и вот это вот ребро и вообще все вот это вот я к чертям удаляю. Так, и... А, нет, я еще вот это вот удаляю, ребро, да? Правильно? Да. Вообще красота получается. Так, и что получается у меня? Здесь будет 3. Раз, два, три. Три того, 9. 24 варианта получается у меня. Сложить. Кто следит, я не знаю, какая-то по номеру задача, тут я прям задумался, честно говоря, хотя я не надолго. Вот вам, пожалуйста, лучше всего лишь две задачи сложить потом, чтобы не выдумывать ничего, да? Никакие там варианты не перебирать, сделать две задачи в одной и все. Так, это, по-моему, лучший способ, мне кажется. Тем более, что все получается довольно просто. Так, дальше, а есть ли вопросы к этому? Да все понятно. Хорошо. Хорошо. Так, хочу. Это последнее. Классно. Давайте посмотрим, что получается здесь. Это все, что я вот накачал. Так, через G, но не через K. А мы, по-моему, делаем такую, нет? Что-то было похоже на сон, нет? Кажется, было. Ну, собственно, вот и все. Тут у нас получается 2 на 2. Мы должны умножить вот это вот то, что найдем. Есть ли вопросы у вас, друзья, по этой теме? Никак нет, все понятно. Все понятно, отлично. Так, ну чего, тогда поехали. Я останавливаю запись. Мы закончили 13-ю тему. Стоп. Стоп.